Министр транспорта стал причиной небольшого затора на этой трассе, но ради такого события можно и потерпеть пару минут. Поскольку Тарбогатай не видел нового асфальта уже долгие годы, чуть больше, чем вечность, можно было ждать и дальше, но если бы не федеральная программа, по которой провели текущий ремонт на двух с половиной километрах дороги. Это было два въезда со стороны федеральной дороги и одна улица в самом Тарбогатай. В следующем году планируется в рамках этой же программы безопасно-качественной дороги построить и отремонтировать уже порядка почти 26 километров автомобильных дорог только в Тарбогатайском районе. Общий объем финансирует 238 миллионов рублей. Если в этом году 40, то здесь программа увеличивается. Вы обрадовались, когда узнали, что до 2025 года уходят? Все подрядные организации были рады, что и на следующий год будут ремонтные работы. То есть никто без работы не останется. Дорогу отремонтировали по федеральной программе безопасных и качественных дорог. Гарантийный срок – 5 лет. А вот в центре Прибайкальского района, селе Тарунтаево, открытие новых участков дорог праздновали гораздо масштабнее. Видимо, ждали еще дольше. Открытие обновленных улочек отмечали с песнями. Гостей торжества встречали с хлебом с солью. Это впервые с советских времен, когда в Прибайкальском районе проходили такие масштабные работы по ремонту автомобильных дорог. Благодаря уважаемому Алексею Самбуевичу, главе республики Бурятия, мы попали в федеральную целевую программу. Сумма потраченных денег в нашем районе – более 50 миллионов рублей. Только вдумайтесь в эту цифру. А километров у нас отремонтировано и уложено асфальт на расстоянии 8 километров. На следующий год в Турунтаево планируют отремонтировать около 24 километров дорог, что ровно в три раза больше, чем в этом. Добавлю, что в федеральную программу безопасных и качественных дорог входит еще два сельских района, которым посетливилось расположиться в пригороде Улан-Удэ. Это Заиграево и Иволгинск. Будамунхоев, Алексей Жилин, телекомпания АТВ.